Перед тобой древлянская земля, остановись и склони голову перед народом, который жил здесь веками и, как песок, рассыпался по всему миру. Господи, помоги нам грешным преодолеть эту беду. Кроме Божьей Матери, храм благословить никто не может. И все поняли, что это непросто. Но почему это, осталось загадкой. И день в день случается эта авария, мы начинаем возвращаться назад, начинаем вспоминать этот случай и начинаем понимать, что это действительно было неспроста. Вы знаете, сколько за мою бытность было уже, наверное, два или три раза пожары доходили до этого храма. И вот видите, слава Богу, он стоит. Это просто удивительно. Я сейчас, в руках у меня дозиметр показывает абсолютную норму, при всем при том, что на улице было четыре нормы где-то или пять. Да, да. Да, вот это говорит о том, что святое место всегда оно чистое. Ну вот, казалось бы, остатки этого храма, но тут энергия и благодать Божья, которая в молитве многие-многие годы состоялась и укреплялась, она не даст этому храму исчезнуть. Просто не даст. Потребность найти свой храм, идти к этому храму, во всяком случае, всегда у человека будет. И люди будут, будут искать его, этот храм. Но успеют ли они его найти? Чернобыль. Этот город навсегда остался в истории человечества как символ беды. Когда речь идет об аварийной Чернобыльской станции, память рисует разрушенный реактор, объект укрытия и мертвый город Припять. Но есть и другой, сакральный Чернобыль. Здесь, в этом гигантском музее под открытым небом, сохранились уникальные памятники с вековой историей – православные святыни. История православия в этих краях уходит своими корнями в глубину веков. Вскоре после крещения Руси, здесь, в Полесье, была образована святая обитель, куда стали сходиться люди в поисках духовного подвига. На долю этой древней земли выпали тяжкие испытания, а в апреле 1986 года она приняла на себя сокрушительный удар техногенной катастрофы и стала зоной отчуждения. Украинской Атлантидой, как нередко называют ее сегодня, подчеркивает тот факт, что территория площадью свыше 2500 километров – это навсегда отколовшийся от большой земли материк, без единого шанса на возвращение к нормальной жизни. Но есть люди, которые уверены в том, что эту землю можно воскресить, возродив на ней православные храмы. Для них Чернобыль – это символ веры. До аварии на ЧАЭС в Чернобыльском районе было 18 храмов, но время и огонь не пощадили деревянные строения. До сегодняшнего дня здесь полностью уцелели только две церкви – Свято-Ильинский собор в самом Чернобыле и церковь архистратига Михаила в селе Красно. Веруй, Господи, исповедуй меня, прописи во истину, Христос, Сын Божий, дом для меня, причащение, Святый Ильинский, Господи, новое исцеление души и тела. Отец Сергей, говорят, что Свято-Ильинский храм – самый чистый объект на территории зоны, что здесь фон даже вдвое ниже, чем в Киеве. Это правда ли это и как это объяснить? Да, вы знаете, я хочу подтвердить эти слова, так оно и есть. Прибор, который придумали люди, показывает именно такие показатели. Но самое главное в этом, наверное, наша вера. Потому что люди, которые идут в храм, они про радиацию не думают. Они думают, знаете, о помощи. Чего человек идет в храм? Он пытается найти истину, он пытается в этом мире найти Бога. А что касается радиации, ну да, она тут меньше. И вы знаете, я не случайно спросил, потому что у меня есть дозиметр. Я был на улице, я зашел в храм, и мы можем показать на камеру, что вот действительно здесь, как вы и говорите, до 12 показывает. На улице даже до 20 показывает. Я хочу заметить, что в первые годы… В пяти метрах отсюда просто. Да, в 86-й год точно так показывал, точно так. Ничего не изменилось. Сюда даже по прошествии времени не может зайти радиация. Вот видите как. И окна открыты, и все открыты. Да, двери открыты. И люди заходят, и на обуви приносят, ничего не остается. Да, да. Храм в честь пророка Ильи – главная православная святыня Чернобыльской зоны и единственный регулярно действующий храм. Согласно некоторым источникам, он был основан в 12 веке вместе с городом, а в современном виде отстроен после пожара в 1877 году. Во времена гонений на церковь Ильинский храм хотели взорвать, но горожане встали на его защиту. У нас люди были очень верующие. И вот они пришли и говорят, взрывайте с нами. Вот взрывайте с нами. Они заняли храм? Да, да. Вот они закрылись в храм и говорят, взрывайте с нами. Это продолжалось где-то около недели. Этих людей арестовали, отправили в Сибирь. Конечно, так не обошлось, гладко все. Но храм они не взорвали. В следующий раз Ильинская церковь оказалась под угрозой уничтожения во время Великой Отечественной войны, когда шли кровопролитные бои за Чернобыль, и город несколько раз переходил из рук в руки. Отступая, фашисты заложили в помещение взрывчатку, но горожане вновь спасли свою святыню. После аварии на Чернобыльской станции, когда Ильинский храм был опечатан, его начали атаковать мародеры. Во время очередной попытки вырвать дверь, привязанный к трактору трос, лопнул, тяжело ранив одного из грабителей, и не позволив вынести из храма уникальную старинную икону чернобыльского Николая Чудотворца, одну из главных его святынь. Эта икона, Господи помилуй, святителя Чудотворца Николая. Многие, конечно, люди знают, не надо рассказывать, наверное, многое про этот образ. Но у нас в Чернобыле этот образ, он такой чернобыльский, вот потому и назвали его чернобыльским. С 18-го столетия, даже еще раньше, ну то есть летопись теряется у своих временных воспоминаний про эту икону. Но первые воспоминания идут, был такой исследователь, профессор Пахилевич, он жил в 18-м столетии. И он пишет, он дословно пишет, это можно найти в публикациях его, он пишет, что когда святой образ хотели перенести через речку, речку Припять перевести, или просто забрать с храма, вынести с храма, случалась буря. Наши чернобыляне была такая вот традиция, шли пешком в Киево-Печерскую лавру, чтобы помолиться святым мощам в Киево-Печерской лавре. А киевляне, киевляне шли пешком к нам в Чернобыль, чтобы приложиться к этому образу. Вы представляете, как она почиталась в то время, после аварии, это 88-й год, пожары, точно такие пожары, как вот в этом году были, да еще большие были пожары. Огонь шел по верху, по деревьям, сейчас по деревьям, трава горела, а тогда по деревьям шел, нереально было потушить. Прислали, тогда был этот весь Советский Союз, техники было гораздо больше, прислали военно-инвизированные части, ребята ничего не могут сделать. И уже огонь доходил до Чернобыля. И чернобыляне вышли с иконой, с иконой начали молить, акафист служить начали, и с иконой вышли, крестный ход обошли. И случилось, опять же, как вы говорите, чудо случилось. Огонь постепенно, постепенно стал затухать, затухать, затухать. У меня еще вопрос, вот я смотрю, здесь по окантовке идут такие колоколинки маленькие, и на них написано название церквей. Это церкви, которые уничтожены, да, я так понимаю? Да, вы знаете, это уже, конечно, кивот сделан современный, и дабы увековечить эти храмы, которые были уничтожены в 30-х годах, возле этого святого образа, чудотворного, колокольчики, это дань тех храмов, которые действительно у нас в Чернобыльском уезде существовали когда-то. Вот это многие. И в Чернобыле, и в деревнях окрестных, да? В деревнях, да, да. Это 17 храмов. Есть в Свято-Ильинском храме и современные чудотворные иконы, написанные уже после аварии на ЧАЭС. С каждой из них связана удивительная история. Это знаменитый Чернобыльский спас. Сюжет, который постоянно приходил во сне смертельно больному порторгу станции Юрию Андрееву, получившему огромные дозы радиации и чудом исцелившемуся после того, как по благословению митрополита Киевского и всея Украины блаженнейшего Владимира, икона была написана. Здесь, на этой иконе, изображен Спаситель, Божья Матерь и Христа-Тих Михаил. Снизу вот мы видим звезда Полынь, живые и мертвые люди. В иконографии, вы знаете, не принято рисовать живых людей, да и мертвых как-то вот. И чтобы написать эту икону, блаженнейший митрополит Владимир обращался к патриарху, просил благословения, разрешения, что вот именно вот этот нижний сюжет. А почему было разрешение? Потому что было дано одно ясное оправдание. Эти люди, они, знаете, чужой крови не пролили и свое не пожалели. То есть они отдали, вот как у нас в православии, они отдали живот за других своя, жизнь за других своя. То есть они удостоились этого венца. Идут за исцелением прихожане и к другой почитаемой современной иконе – Богородица Полынь Чернобыля. На ней запечатлено явление Царицы Небесной. Согласно преданию, она уронила над городом пучки травы чернобыльника, так в этих краях называют Полынь, предсказав грядущую беду ровно за 10 лет до Чернобыльской катастрофы. И она повернулась к храму и двумя руками благословила храм. Потому что была сомнение, что это такое вот. Но когда случилось то, что она благословила, кроме Божьей Матери, храм благословить никто не может. И все поняли, что это непросто. Но почему это, осталось загадкой. Думали, может быть, какой-то неурожайный год, может быть, еще какая-то засуха или что может быть. Но никто не думал, что через 10 лет случится эта авария. И день в день случается эта авария. Мы начинаем возвращаться назад, начинаем вспоминать этот случай и начинаем понимать, что это действительно было неспроста. Богослужения в Святой Ильинской церкви проходят только по воскресным и праздничным дням. Но даже в пустом храме ощущается его особая энергетика. Стены здесь намолены поколениями прихожан, чьи имена вписаны в Чернобыльскую поминальную книгу. Гигантскую грамотку, сделанную руками настоятеля храма Архимандрита Сергия. Этот человек заслуживает особого рассказа, поскольку во многом именно его стараниями и молитвами православная святыня Чернобыля обрела вторую жизнь. После эвакуации города храм стоял опечатанным 15 лет, постепенно приходя в аварийное состояние. И когда было решено возобновить богослужение, возникла проблема с настоятелем, не было желающих ехать в зону. И тогда блаженнейший Владимир решил, нужно искать человека родом из этих мест. И такой человек нашелся. Николай Якушин, так до монашества звали отца Сергия. Уроженец Чернобыля, внук репрессированного при советах настоятеля Ильинского храма. Отец Сергий, вот проходя по территории храма, я сначала не заметил, а сейчас мы подходим к этой площадке. Ну, это что-то невероятное, красота божественная, такая над обрывом, на раскрытии всего пейзажа местного. Вы же в этих местах родились, да? Ну да. Вам это близко, знакомо. Расскажите, что мы здесь отсюда можем увидеть? Перед нами, конечно, Полесский край, Полесье. Река Припять, которая за деревьями, она, почти что ее не просматривается. А так, конечно, это Полесский край. Это ваша родина и ваша семья вся родом отсюда. Дед Ильяс в этом храме служил. И, конечно же, за то, что он был человеком очень верующим, он поплатился, то есть был арестован, заслан в Сибирь. И всегда мне мама говорила, ну, хоть как дед кончить. И я, вы знаете, я смирился. Я уже вот, я работал на гражданской работе в Киеве, когда мы отсюда выехали, нас вывезли, вернее. Я работал там в Киеве на гражданской работе. Неплохая у меня работа вообще-то была. А потом, потом... А кем работали вы, если... Мастером, мастером, да. Электротранспорт мастером. А потом все поменялось до какого-то времени. Все-таки, знаете, ну, нельзя, наверное, уйти в себя и забыть все. То есть вы с гражданской работы... Да. ...пришли к спасению храма. Или спасению храма и спасению себя. Спасению, скорее, себя. И Блаженнейший меня нашел. Я встретился с Блаженнейшим. И он мне говорит, тебе надо вот. Он уже немного мою историю знал, про моего деда уже знал. А Блаженнейший вообще был прозорливый. И он говорит, обязательно тебе надо идти. И, знаете, вот эти его слова, эти его слова, просто слова. Просто сказал, тебе надо обязательно идти. Ну, ты подумай. Конечно, кто тебя заставит силу идти туда, если человек не хочет. И вот эти слова меня задели очень, так знаете, очень здорово. Я не мог отказаться. Вся эта территория очень красивая, это место живописное. Даже не верится, что мы находимся, в принципе-то, в центре зоны техногенной катастрофы. Как вам удалось сохранить эту красоту? И как удается этот островок, когда заходишь сюда, чтобы люди не ощущали даже, что вокруг здесь зона отчуждения? Мы оказались в такой ситуации, что, ну, вот, если мы это не сделаем, никто больше не сделает. Это потеряется. Никто вам больше ничего не расскажет. Вот мы, если не расскажем, никто вам больше ничего не расскажет. То есть мы оказались в такой ситуации. Мы просто обязаны. Скажите, кто был изначально, ну, дизайнером не скажу, но таким вдохновителем, то, чтобы все это красивым таким и осталось. И сад, и эти все аллеи, и вся красота, которую мы видим. Кто вам помог? Да, это, конечно, вы правы, Александр. Должен был быть такой человек, и этот человек был. Это, вот, конечно, предспоминание моего матушка-любовь. Отец Сергий, а правда, что вы та самая первая пара, которая повенчалась в этом храме, и после вас уже люди пошли сюда венчаться? Ну да, было такое, было такое. Она выросла в очень верующей семье, и вера эта была очень крепкая. И я, и моя семья была тоже верующая. И то есть мы себе представляли, что к храму, к храму, людям надо не ехать там, допустим, на машинах. Ну, может быть, и на машинах, но если возможно, просто прийти, прийти. Открыто прийти. Прийти, да. Вот нет кого не прячь, чтобы люди видели это все. И мы с другого стороны города шли, это собралось много людей, мы шли, это получается, вроде как какой-то крестный ход даже. Люди смотрели на нас, что это Брежневские времена. Присоединялись к вам. Да, и люди шли, и люди пришли все в храм. Полный храм было людей на этом венчании. И после этого, конечно, как вы говорите, люди стали венчаться, не бояться. Да, царство небесное, вечный покой, подашь Господи, рабы Божьей любови. Царство небесное, вечный покой, царство небесное, вечный покой. Матушка Люба, да. Матушка Люба, вот, хозяйка, ну, будем говорить, в духовном таком понимании. Потому что она действительно, имея большую веру, большую любовь к Богу, она, конечно, для этого храма принесла очень много пользы. И, знаете, и вот этот дух, он до сих пор, вот, сколько людей не приходит, они ее не забыли никто. Вот, все, вот, матушка, 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 конечно, да. Ну, вот так. Любовь Якушина, чернобыльская матушка, как ее называли прихожане, похоронена у стен храма, которому отдала 15 лет своей жизни. После ее ухода протеерей Николай принял монашеский постриг в честь священно-мученика Сергия Чернобыльского, убиенного в 30-е годы. С тех пор его жизнь обрела новый смысл – усердной молитве и заботах о воскрешении чернобыльских православных храмов. Если говорить о чудесах, так это для меня было, ну, совершенно неожиданно. Вот эта икона, она сейчас в новом кивоте. Ее просто, она, видите, она, она вроде как, вот, вот, только что написана. Но эта икона из села Красно, которое в 34 года было эвакуировано. И, конечно же, церква, церква там, конечно, принесла многие такие вот глумления, будем говорить. Но эта икона с этого Михайловского храма чудом сохранилась. А каким образом? Я уже в этом храме Ильинском служу долго, и ко мне однажды приехал один священник, молодой священник. Он представляется, вот я сам из Санкт-Петербурга. Ну, думаю, ну что ж. Он говорит, а я житель Красно, я местный житель Красно. Я говорю, а как вы попали в Петербург? Я служил там в армии, женился, рукоположился там, стал священником, и там и служил. И так мы с ним поговорили, и он поехал. Так мы с ним познакомились. Он через некоторое время мне звонит. Вы знаете, отец Николай, вот мне, я почему обращаюсь, мне снится сон один, и часто снится этот сон, про икону Спасителя, которую я когда был еще мальчиком, я в этом храме видел, я глаза запомнил. Вот у меня эти глаза постоянно передо мной стоят, и мне снится. Я думал, может быть, просто так, что я в детстве запомнил. Но мне снится сон, что эту икону надо забрать. И забрать надо из Красно. Я далеко приехать к вам не могу. Я вам расскажу, где эта икона находится. А ему снится, где, да. А там его дедушка жил. Он говорит, у моего деда хаты эта икона на чердаку находится. И мы едем, я беру с собой помощников, мы залазим на этот чердак, достаем эту икону. И вот тут написано, вот если вот, село Красно, Чернобыльского храма. Вот видите, храма архистратига Михаила, видите как. Здесь, на левом берегу реки Припять, всего в шести километрах от границы с Белоруссией, расположено село Красно. Одно из наиболее пострадавших мест от радиации в Чернобыльской зоне. Люди ушли отсюда 34 года назад. Но село Красно не покинули небесные силы. А берегом над этой израненной землей возвышается храм архистратига Михаила. Отче, добрались? Да. Я думал, дорога будет намного хуже. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Доехали, да. И погода нам пока благоволит. Да, да. Ну что, мы вооружились нашим дозиметром? Да, да. Пожалуйста, покажите нам храм. Да, милости просим, да. Очень тихо здесь как-то. Тихо-тихо, прям. Да, да. Умиротворение. Я боюсь представить, сколько лет этому дереву. Сейчас я подойду на камеру, чтобы был понятен размер этого великана. Лет 500. Да, да, Александр. Может, даже больше. Храм архистратига Божия Михаила в селе Красно. А как правильно, Красно или Красное называется село? Красно, Красное. От слова красиво. Остатки былой красоты сохранил и Михайловский храм, характерная для Полесья деревянная церковь. Когда-то такие стояли здесь почти в каждом селе. Сегодня она единственная, уцелевшая в зоне. Ее возраст 220 лет. После аварии, когда село опустело, Михайловская церковь была разграблена. Холсты с изображением святых срезаны с ее стен, а древние иконы и предметы церковного обихода исчезли навсегда. А вот эти места фресок, которых нет сейчас, это следы вандализма? Да, следы вандализма, мародеры тут, конечно, осквернили этот храм. Много чего было просто утрачено. А то, что осталось, конечно, мы попытались как-то его сохранить. И сделать так, чтобы этот храм был в каком-то таком состоянии, чтобы человек пришел и понимал, что это все равно храм. Вот я зашел, я понимаю, что люди здесь приходят, и службы проводятся. Проводятся службы, конечно, да. Как говорится, обжитое место. Обжитое место, святое место. Это просто удивительно. Я сейчас... В руках у меня дозиметр показывает абсолютную норму. При всем при том, что на улице было 4 нормы где-то или 5. Да, да. Да, вот это говорит о том, что святое место всегда оно чистое. Как бы ни было вот какая-то внешняя... Вы знаете, я не удивляюсь. Просто вот принимаю, как должно. Так и есть. Так и есть. Должно быть. Чистое место. Благословим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наши. Святый посетитель и немощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Имени и присно. И во веки веков. Аминь. Отец Сергий проводит службу в Михайловском храме несколько раз в год. Поминальные дни и в храмовый праздник. Вместе с православной общиной Святой Ленинской церкви он старается делать все возможное, чтобы не допустить разрушения храма. Не позволит погибнуть святыни и небесное воинство, уверяет батюшка. Патрульные, которые дежурят в зоне, неоднократно рассказывали ему, что слышали доносящиеся из затерянного в безлюдной глуши храма звуки церковных песнопений. Не похожие на человеческие голоса. То, что храм под защитой, ощущается на протяжении этих многих лет. Архистратик Михаил сам защищает. И вы знаете, сколько за мою бытность было уже, наверное, два или три раза пожары доходили до этого храма. И вот видите, слава Богу, он стоит. Слава Богу, стоит. Мы видим, что дерево упало, упало не на храм, а упало в сторону просто. Это третье дерево, которое такое огромное, и тоже они упали вот как-то в сторону. В сторону, отводит как-то рука Господа. Господи помилуй. Господи помилуй. Дорога, по которой мы продвигаемся дальше, вглубь зоны, со всех сторон окружена лесом. Массивные деревья опасно нависают над ней, закрывая небо, перегораживая путь и вынуждая выходить из машины, чтобы расчистить дорогу. Сквозь чащу изредка просматриваются ветхие дома с пустыми глазницами окон. Но большая часть их снесена бульдозерами, разрушена временем или уничтожена огнем. Мы едем к третьему храму, который находится в селе Замошье. Само его название говорит о том, что это настоящая глушь – медвежий угол зоны. В глубине Чернобыльской зоны находится заброшенный старинный храм иконы Казанской Божьей Матери. От него остались только стены. Крыша давно сгорела, а колокольня была разрушена еще в годы советской власти. Но здесь ощущается звенящая тишина. И один раз в год этот храм оживает. Слава Христе Божьему, Павлия Наша, слава Тебе! Придите, поклонимся Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем Самому Христу Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем Самому Христу Цареве нашему Богу! Само место святое, в котором мы здесь находимся, это было подворье женского монастыря. Храм на честь Казанской иконы Богородицы. Божьей Матери. Здесь в свое время был монастырь, и насельников насчитывалось до 50 человек. Это был женский монастырь, то есть это был центральный храм, в котором происходила божественная литургия, а, конечно же, кельи стояли вокруг храма. В первоначальном своем виде он дожил до времени, когда уже пришла советская власть, вы говорите, да, это годы 20-е, где-то его разбомбили. В 20-е годы его закрывают окончательно, с этого храма делают склад для сельскохозяйственных... Зачастую делали зернохранилища, да? Да, да. Купола срезаются, и в таком состоянии он простоял до 1942 года. И в 1942 году во время боев загорается эта крыша, купол сам загорается и падает прямо вот сюда, вот где мы с вами стоим, и здесь вот все остается. То есть и до наших дней он простоял вот в таком состоянии. И я хочу удивительную вещь сказать. Мы были в храме Михайловском, там была определенная норма, которая вот везде на улице, в принципе, и у нас тоже в Киеве. Норма фонорадиационного здесь, я скажу вот сейчас нашим зрителям, здесь норма от той нормы почти в три раза ниже, то есть почти нулевая здесь в храме и на улице. То есть это место еще более чистое, и сюда можно приезжать, жить и отдыхать. Да, да, тут смело можно, тут именно вот по нормам радиоактивного загрязнения, тут, конечно, очень чистая зона, да. И храм чудесный, и место, знаете, такое, ну вот, духовно благодатное. Тут чувствуется, знаете, такая вот духовная помощь. Неподалеку от церкви, в Дубовой роще, покоятся бывшие жители Замошья. На заросшем травой погосте стоят восьмиконечные кресты. Часть разрушенных временем надгробий сделана в виде деревянных срубных домиков. Это говорит о том, что в селе когда-то жили старообрядцы. Они переселились в эту чернобыльскую глушь в XVIII веке со Стародубщины, территории, которая находится сегодня в Брянской области, и основали несколько монастырей. Мужской находится в соседнем селе Бычки, и женский здесь в Замошье. Сам факт, что в Чернобыльском районе существовало 18 храмов в разное время, ну, это где-то до 1925-30-го года, 18 храмов. И с них остался Иллинский храм центральный, Михайловский храм, который мы вот были, и этот Казанский, остатки этого храма, будем говорить так, то есть это, конечно, это, конечно, наш, мы понимаем, наш крест и наша скорбь. Отче, Вы верите в то, что возможно восстановить эту землю и возродить ее? И что Вам дает эта вера? Вера, опять же таки, самое главное, что у нас есть, и самое главное, что нами и движет. И я, конечно, с самого начала в это верил, и верю до сих пор, что эта земля, знаете, не останется таким вот неизвестным отрезком времени для нашего государства, для наших людей. То есть эта земля будет всегда показывать ту правду, ту любовь. Но есть ли на этой земле будут стоять храмы? Ваш храм – это такое сосредоточие местного, такого большого, огромного, краеведческого, не то что музея, а собрания всех событий, которые были, которые происходят сейчас. И даже вот эти фотографии, где показаны храмы, которых уже нет, и люди, которые там изображены, это тоже большая история для потомков, которые все-таки приезжают сюда и знакомят с ними своих детей и внуков. И когда-нибудь возродится территория эта светлая, красивая и очень живописная. И люди будут тут жить, и это не забудется никогда. И хотел спросить, вот мы идем, все здесь, все построено красиво, все растет. И только одно место меня смутило. Вот недостроенный храм, ну, похоже на храм. Расскажите, пожалуйста, что это? Ну, задумка какова? Просто вот эти, это событие, связанное с аварией на ЧАЭС, оно, понимаете, для нас, людей, стало забываться. Каждый год все меньше и меньше вспоминать этих людях и этих событиях, как будто такого ничего не было. Но память, память, Бог человеку дал для того, чтобы не повторять ошибки. Этот храм, это как предостережение потомкам, да, и напоминание, что была такая трагедия. Да, как предостережение потомкам и их светлая память. Они же были, они же работали, они потеряли тут свое здоровье, в конце концов. Как так? Тут тысячи и тысячи людей прошло Чернобыль. И забыть о них... Это как памятник погибшему. Да, а церковь, а церковь обязана, обязана этих душах молиться. То есть у нас есть старинный Иллинский храм, но это другая история, это другой, это святой храм, но это другая история, другой этап, это наша современность. Этот храм должен быть, он обязательно должен быть. И потом этот храм возведен на том месте, где было явление Божьей Матери. Это же не просто так. С полынью, которая? Да, вот, люди выходили из вечерней и видели вот тут явление. Это как раз на этом месте. И храм будет носить имя Божьей Матери, полынь Чернобыля. Каждый год на годовщину аварии на ЧАЭС и на храмовый праздник 2 августа здесь, в Свято-Ильинском храме Чернобыля, собирается множество людей. Они молятся за возрождение этих мест. Люди верят, что чернобыльские святыни, как здоровый орган в больном организме, постепенно исцеляют эту землю. И если здесь не гаснет свеча веры, значит, эта древняя и благословенная земля обязательно воскреснет. На непаханных полях давно растут березы И все так же птичий крик пронзает небо глубину И раскатисто гремят здесь весною грозы На безлюдных улицах жутко одному И скучают здесь дворы за веселым детским смехом Из школьного окна тишина и темнота Снится город молодой всем, кто в тот апрель уехал Не забыты имена тех, кто нас спасал Ждет хозяина земля, отчужденная Богом бережно для нас сохраненная И однажды теплый свет в окнах заживет Отчуждение пора пройдет Отчуждение пора пройдет Голокол звонит опять над землей забытой Не оставь, отец святой, этих мест родных Им без Бога здесь никак, ведь душой открытой И лампаду не гаси у окон своих Стаи белых журавлей снова улетают И осыпется листва, и снега пойдут А по снегу побежит детвора святая Кто-то здесь найдет любовь, кто души приют Ждет хозяина земля, отчужденная Богом бережно для нас сохраненная И однажды теплый свет в окнах заживет Отчуждение пора пройдет Отчуждение пора пройдет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok